И всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас новый игровой видеоролик, наконец-таки мы возвращаемся с видосами, потому что у нас в связи с тем, что были там турниры и всякие другие интересные движения, не выходили видеоролики в последнее время, но сейчас мы полноценно возвращаемся. Я надеюсь, что в ближайшее время видосы будут выходить как старые добрые времена ежедневно. Сегодня у нас утро, 9 октября, сегодня у нас выходят новые всякие интересные супермиссии, ну а я вам сегодня хотел бы показать то самое вооружение, на котором в последнее время я катаю довольно большое количество времени на стримах. Сегодня скатаем на хоре рельсе в новой чмо 5 версии. Не скажу, что у меня пока что получается в ней играть прям круто, да, то есть мне непривычно до сих пор камера, у меня не получается какие-то моменты там где-то даже рельса попадать и случаются какие-то такие казусы, которые, ну, мне неприятны, да. Но, в общем и целом, сегодня скатаем уже полноценно через новую версию. Сыграем на хорнатор рельсе, рельса с устройством на скаут, также бустер, ну и, типа, в принципе, это, наверное, все, что вам нужно знать. Скатаем два режимчика. Я думаю, что это будет, как всегда, дефолтный захват флага и контроль точек. Ну и посмотрим, на что способна хорнатор рельса сейчас. И, наверное, обратим внимание больше на кемперные способности и возможности рельсы набивания опыта за счет этого. То есть попробуем поконтролировать вражеские респы и за счет этого получить как можно больше профита, как можно больше очков заработать. И я надеюсь на то, что у нас все здесь сегодня должно получаться. Как всегда, начинаем с ДАшки, ну и при виде первого противника сразу же прожимаем ДД. Сейчас бустер у нас с ДДшки выдает полноценно два выстрела. Два выстрела с повышенным уроном. И моментами этого очень даже достаточно. Вы можете нанести довольно большое количество дэмэджа по танкам, даже которые имеют резист от вас. Вы практически всегда с двух выстрелов сможете его снять. Ну, если только Викинг, например, с Песяточкой и с какими-нибудь там будут еще дополнительные защиты, то тогда, скорее всего, вы его не сольете с двух выстрелов. Ну, а так полноценно довольно большое количество играет игроков именно на легких танках, поэтому с бустером вы их можете слить. Ну, а если вдруг у вас где-то каким-то образом не получается сливать противника, например, там какой-то будет Хантер, который будет выдерживать выстрелы или еще что-то в этом духе, то когда у вас появляется овердрайв, соответственно, такие танки уже полноценно становятся для вас на две рельсы. И очень быстро и просто вы с ними также можете расправляться. Да, рельса это та пушка, от которой сейчас в матчмейкинге довольно большое количество резистов имеется, но до сих пор она является актуальной, популярной и на ней комфортно играть в матчмейкинге, как по мне, потому что в сочетании с харьком она наносит довольно большое количество дэмэджа, чего хватает, дабы занимать первые места, ну и, конечно же, разваливать любого противника. Ладно, все, балаболить, наверное, я перестану, потому что у меня до сих пор один килл, и это очень-очень-очень мало, поэтому я сразу прожимаю бустер, прожимаю овердрайв, наношу 4к сразу по первому танчику, которого увидел, это стандартный урон, который залетает, ну и главное, наверное, сейчас для меня искать более легкие танки, по которым я бы мог ваншотить, ну, либо по танкам, у которых не такое большое количество здоровья уже на данный период времени имеется. То есть одного, второго, третьего унес, отлично, я сейчас заберу еще дроповую дэдэшечку, но под нее, походу, а, ну вот, одного хотя бы, ну, 500 урона, что это за урон? Так, здесь рельса сбилась, но, к сожалению, этого мне будет недостаточно, еще и какая-то мина поставленная сработала очень эффективно. 4,5 минуты до конца, здесь уже полноценно первое место должно быть, но не забываем, друзья, что, безусловно, в таких катках мы играем не только на первое место, но и нужно, конечно же, эти катки выигрывать, когда, конечно, вот тут вот хоппер начинает так шевелиться, мне не очень комфортно стрелять по нему, и моментами, конечно, случается ситуация, офигеть, уфигеть, 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 когда вы просто промахиваетесь. Я еще так же бывает очень непривычно играть на рельсе с устройством на корпус, на тяжелый, да, то есть, если вы играете полноценно без него, то вам практически всегда намного проще попадать с рельсы при раскачке, да, то есть, угол вверх-низа работает намного эффективнее, но я на харьке играю в последнее время именно с утяжелением, в связи с тем, чтобы тебе избивали как можно реже прицел, чтобы ты мог себя более комфортно в этом плане чувствовать, ну и потому что довольно часто я играю в регби, ну а в регби, как вы знаете, там, при любом раскладе лучше использовать именно тяжелый хорек, дабы вы могли полноценно где-то вытолкнуть противника, где-то забрать там мяч, где-то еще что-то перетолкать, поэтому здесь уже нет никакого обсуждения и раздумий по поводу смены данного замечательного устройства, поэтому я полноценно катаюсь на нем и не думаю даже о том, что я бы его мог бы в какой-то период времени поменять. У меня есть овердрайв, есть довольно большое количество противников на центре карты, был хантер, который хотел застопить, но он, конечно же, этого не успел делать, есть также титанчик, который не забирает овердрайв сверху, я надеюсь на то, что если мой тиммейт сейчас не поедет и не заберет, а он его не забирает, то еду забирать его именно я. Отлично, еще параллельно выдавая неплохую рельсу при развороте, это, конечно, хорошо. Овер есть, это значит, что я его сейчас, как только мой закончится, смогу реализовать, сейчас там еще вот этот кильчик, и здесь уже можно полноценно искать килл. Отличная игра бустера и рельсы в том, что вы всегда можете наносить большое количество урона, за счет того, что у вас нету кулдауна на ддшку, и если уж вы в какой-то момент думаете о том, что на рельсе лучше использовать защитника, то я вам могу с уверенностью сказать, что это не так. При любом раскладе, на той пушке, на которой вы стоите практически всегда на одном месте, вам лучше использовать тот самый дрон, который не кулдаунит вам самый важный припас, а в данном случае это припас двойного урона, который дает вам возможность нанесения дополнительного урона. В первой катке набиваем не такое большое количество, если честно, очков, там 21 килл, но по счету, в принципе, неплохо, при том раскладе то, что это досрочка. Теперь давайте сыграем захват флага, я, конечно, хотел немножко больше покемперить на вражеском респе, не сказать, что у меня это супер прям эффективно получилось, но такое, такое, то есть могло быть лучше, но где-то чуть-чуть не перереспил, поэтому давайте уже отправляться на следующую карту. Следующая карта у нас Форест, карта очень интересная, если честно, для меня моментами бывает на ней прикольно увозить флаги, а бывает, когда противник жестко дефит, то не все так гладко получается здесь, поэтому посмотрим, что у нас будет в этой катке. Надеюсь на то, что если уж даже у меня не получится увозить здесь флаги, то хотя бы на своем замечательном овердрайве на харьке я смогу хотя бы здесь довольно приятно большое количество киллов делать, но у нас уже противник быстро ставит флаг, и это, конечно, не есть хорошо, плюс на конвейере еще и мамонта рикошет, но я надеюсь, что я его солью. Да, отлично. Это ему аптечку очень вовремя сбил, ну и я, если сейчас унесу этого, ой-ё-ё-ё-ё, этого нет, все-таки не унес, ну ладно. Минута прошла впустую практически, потому что флаг я его противника не увез, ну и по итогу сам я тоже никаких суперэффективных действий на карте не производил. Ладно, на урезке. Здесь, конечно, если бы это была бы ТДМ-очка, то я бы, наверное, просто встал бы условно за правую стенку и просто бы стоял бы и кемперил. Но так как это не ТДМ, то здесь уже полноценно надо пытаться как-то увозить, как-то снимать противника. Блин, ну вот в очередной раз, если бы у меня был бы хоречек другой, я бы мог спокойно попасть по этой хоре-смаке. Так я по ней промазал. Обидно, досадно. Ну ладно. Под рельсом не хочет открываться, если честно, молодой. Нафига у меня урона со смоки одной сносит жестко много. Мы 0-1 летим. Моя команда будет играть? У меня уже флаг еще один ушел. Я понял, я понял. Это что плохо? Смока продолжают по мне накидывать. Давайте попытаемся хотя бы успеть ворваться. Хотя бы успеть ворваться. Притом раскладе то, что там противник стоит до сих пор на одной точке. Там еще голд сверху падает. Там за голд. Ладно, пофиг нам на за голд. Почти больше повезем. Поставим, пока там ребяточки будут ловить голды. Оп, привет. А, не ваншот. А, фу, хорошо, хоть на мины не подорвался. Флаг у нас на базе. Это значит, что доставочка не заставит себя долго ждать. Отлично. Едем дальше, едем дальше. 1-1. Это уже неплохо. Но можно здесь, конечно, полноценно выигрывать. Поэтому продолжаем атаковать. Продолжаем. Навязывать борьбу. Супер-мега. Агрессивным способом. Ну, обидно, конечно, когда ты заходишь в такие катки. У тебя нет тиммейтов, которые, например, атакуют, там, разносят противника в атаке. Тебе приходится занимать какие-то позиции. И где-то просто перекемперивать противника, чтобы потом в дальнейшем не улететь на респ за считанные секунды. Ну, и это, конечно, немножечко, ну, немножечко, немножечко сбивает. Если бы я мог, например, вот так вот полноценно стоять и тупо респить, то я так не могу делать. Потому что, ну, практически никто у нас не увозит флаги. Если бы у нас увозили флаги, у нас была бы команда, которая бы разваливала противника на вражеском респе. Я бы мог бы просто занимать какую-то определенную позицию и тупо стоять и кемперить за счет того, что у меня есть риса с бустером. Прожимать там овер и очень большое количество киллов давать. Ну, а так, если я начинаю стоять просто статично, да, это работает только в пользу моих очков, но не в пользу моей команды. А если мы уж играем на победу, и мы играем на, ну, не просто так, чисто по приколу, да, то есть первое место победа, именно победа, то, ну, я не могу стоять просто как ватник и кемперить. Это же очевидно. Поэтому надо двигаться как-то вперед. Да, я мог бы там засейвить флаг, как-то постоять, дефить, но кемперство это далеко не всегда дефер. То есть ты можешь кемперить и на вражеской базе. Поэтому здесь фалка в двух концах, ну ладно, я все-таки попытаюсь дернуть. Но опять выдает, конечно, скаут не тот урон, который я бы хотел бы видеть. Ну 1900, ну что это такое, боже. Ну как можно 1900 дважды дать по харьку и не ваншотнуть его ни разу. Ваншотил бы сейчас этого харька, бы увозил бы флаг. Так как всегда получил довольно жесткую смоку и ушел в нарез. Там ушел, конечно, от грамма, но это, в сути дела, не меняет. Там все равно был тот тип, который мне наносил довольно большое количество дэмэджа. Еще и гром здесь попал. Жесть, две минуты до конца, один-один. Надо как-то увозить, я не знаю. Моя команда, походу, не собирается этого делать. Что собирается делать, моя команда, в этой катке, висите мне, пожалуйста. Я вообще не понимаю, что они делают, честно. Что делает моя тима? Вы хоть одного видели в атаке? Я не видел. Ну ладно. Что я не видел, очень страшно. Страшное может быть только тогда, когда я не выиграю эту катку, еще и проиграю ее. Поэтому пока я ее не слил. Надо утаскивать флаг. Давай, 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 давай. Ну тут, 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 ну тут хэштег живи. Блин, не выжил. Ну, 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 хорош, хорош. Хоть кто-то зарешал в этот момент самый важный. Хоть что-то меня может радовать здесь. Так, смока. Ой-ой-ой, как я промазал, как всегда. Вот как, вот как происходят эти промахи, я, честно говоря, не понимаю. Моментами ты стреляешь прямо, да. Но из-за того, что у тебя есть непривычка с камерой, которая ведет себя немножко по-другому, чем камера на флэше, происходят какие-то непонятные, обидные промахи. И это, конечно, печаль. А, так мы уже все, мы уже 3-1 проиграем. О, что? Пока я посмотрел на счет, пока я рассказывал про то, как я кашу с рисы, как краб нулевый. Уже все. Уже джи-джи. Уже джи-джи. Уже просто случилось джи-джи. Я понял. Обидно. Обидно, что мы тут слили. Свои 25 киллов, конечно, я дал. И видите, друзья, вне зависимости от того, какое количество резистов от вас имеется, вы все равно набиваете довольно большое количество очков, довольно большое количество киллов. Ну и полноценно, конечно, свои-то звезды вы фармите. Но иногда, видите, не все так жестко зависит именно от ваших действий, как зависит от действий вашей команды. Но это чаще всего происходит именно в захвате флага. Если уж команда ваша не производит никаких правильных действий в атаке и занимается какой-то ерундой, то чаще всего вот происходят такие моменты, когда вы приходите... Ну, вам приходится просто проигрывать бой. Да, я не буду говорить, честно, их УП, посмотреть там, да. Ну, проиграли-проиграли. Такое бывает. Вот такой вот видос, друзья, у нас сегодня получился. Если он вам понравился, если вы хотите больше игровых видосов, то для меня максимальная поддержка – это ваш лайк, подписка на канал. Мне будет очень приятно, если вы эти два момента сделаете. Если уже сделали, то спасибо. Не забывайте также нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видосы. Ну и не забывайте о том, что в описании есть ссылочка на Discord сервер, где мы общаемся, на группу ВК, где выходят все новости по клану, по турнирам и по прочим моментам. А у меня на этом, друзья, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.